всем привет друзья меня зовут андрей и сегодня в выпуске мы с вами поговорим про непривычно осторожного маска который заявил что корабль starship возможно отправиться к марсу в двадцать четвертом году также илон маск выбрал район для первой обитаемой базы на марсе наса представила ровер трансформер для исследования самых недоступных участков марса в японии разработали надувной скутер который практически не имеет веса скоростные тоннели илона маска получили ограничения на число пассажиров обо всем этом сегодня поговорим в нашем выпуске я рекомендую вам подписаться на канал друзья усаживаемся поудобнее я желаю вам приятного просмотра давайте начинать как известно главная цель илона маска построить колонию на марсе пока до этого явно далеко но spacex уже активно работает над космическим кораблем starship который в том числе ориентирован на полеты красной планете на двадцать третьем съезде марсианского общества отвечая на вопрос о ближайшем будущем starship маск затронул в том числе и марсианские миссии я уверен на 80 90 процентов что мы выйдем на орбиту с помощью starship в следующем году я наверное на 50 процентов уверен что мы сможем вернуть корабль и ускоритель это рискованная ситуация мы вероятно потеряем несколько кораблей прежде чем добьемся возврата и правильной посадки мы можем потерять но надеюсь мы не потеряем ни одного ускорителя потому что это означает потерю множества двигателей первые полеты будут произведены на ускорителях с двумя четырьмя двигателями я думаю что мы вероятно сможем выполнить полеты большей сложности вероятно в двадцать втором году так что через пару лет я пытаюсь сделать так чтобы скорость наших инноваций не уменьшалась а увеличивалась это действительно важно фактически если мы не увидим чего-то близкого к экспансиальному увеличению темпов наших инноваций мы не достигнем марса чистой линейности здесь нет если экспансиально мы сможем добраться до марса мы вероятно сможем отправить туда беспилотную миссию возможно в двадцать четвертом году противостояния марса когда планета наиболее близка к земле происходит каждые 26 месяцев следующая состоится через два года через четыре года состоится еще одно думаю у нас есть неплохой шанс открыть это второе трансферное окно на марс таким образом маск заявил что возможно первая беспилотная миссия spacex к марсу состоится уже в двадцать четвертом году стоит отметить что в этот раз маск был очень осторожен в своих высказываниях часто акцентировал внимание на том что это его мысли и что у него множество сомнений для сравнения несколько лет назад маска обещал что первый такой полет состоится уже восемнадцатом году тем не менее маск выбрал район для первой обитаемой базы на марсе наиболее подходящим местом для размещения первой базы на марсе являются северные районы планеты по словам маска первым марсианам следует выбирать районы где есть лед поскольку этот материал можно будет перерабатывать для получения кислорода и энергии кроме того в северных широтах красной планеты легче совершать посадку космических аппаратов в августе девятнадцатого года маск заявил что создание постоянной колонии на марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачи строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету в сентябре того же года илон маск представил прототип многоразового космического корабля способного перевозить грузы и космонавтов на марс и луну космический аппарат получил название starship его длина составляет 50 метров а масса без учета топлива и груза около 120 тонн во время презентации маск заявил что starship способный перевозить до 100 человек может стать основой для колонизации марса и луны агентство наса представила четырехколесный ровер трансформер до excel который при необходимости может разделяться на два самостоятельных двухколесных аппарата в будущем он отправится на марс где будет обследовать наиболее сложные природные ландшафты такая схема имеет ряд серьезных преимуществ перед традиционными уже шестиколесными роверами к примеру если надо обследовать проблемный участок то одна половина марсохода трансформера остается на месте а другая отделившись самостоятельно продолжает маршрут при этом обе половины остаются связаны специальным страховочным проводом его основная функция при спуске по крутому склону не допустить опрокидывания отделившейся половины после выполнения миссии она с помощью троса возвращается в исходную точку и соединяется с первой половиной лаборатория реактивного движения наса уже протестировала такой сценарий в пустыне мохаве где ровер доказал свою эффективность четырехколесный режим обеспечил марсоходу возможность преодолевать большие расстояния а двухколесный исследовать сложные географические объекты инженеры токийского университета разработали надувной электрический скутер пойма который создается индивидуально для каждого владельца достаточно отправить автором ваши фото и для вас соберут персональную оптимизированную модель скутер проектируется специальной программой по подразмеры тела конкретного пользователя и его специфическую посадку при этом каждый владелец волен внести в эту модель любые изменения если он внесет в чертеж какие-либо правки программа автоматически изменит дизайн электробайка так чтобы сохранить его прочность устойчивость и управляемость когда модель закончена и утверждена она передается производителю скутер состоит из семи отдельных надувных секций которые создаются из прочной ткани и прошивается прямым стежком остается добавить электронные компоненты в частности бесщеточный мотор и литий-ионную батарею готовый электроскутер весит около 9 килограмм и может ездить со скоростью до 6 километров в час то есть немного быстрее пешехода на одной зарядке он может проработать целый час компания the boring company строит в лас-вегасе первые тоннели для подземной транспортной системы специалисты столкнулись с ограничениями количество пассажиров которые можно перевозить с помощью этой системы ограничено все дело в правилах пожарной безопасности скоростная система с электромобилями не может перевозить столько пассажиров сколько было обещано на одной из трех запланированных станций максимальный пассажиропоток не должен превышать 800 человек в час если такие же ограничения будут действовать на всех станциях то скоростная система может перевозить 1200 человек в час вместо обещанных четырех тысяч четырехсот при этом the boring company заключила с государственным агентством lcvc контракт согласно которому компания получит больше денег если сможет перевести больше пассажиров если цели контракта будут не достигнуты то компания недополучит более 13 миллионов долларов из обещанного бюджета проекта на сегодня все дорогие друзья спасибо что досмотрели этот выпуск до конца по традиции я рекомендую подписаться на канал если вы не подписались поставить колокольчик чтобы не пропустить следующий выпуск и обязательно поставить этому выпуску лайк по ссылкам в описании вы можете подписаться на все наши полезные каналы и социальные сети также друзья не забывайте поделиться своим мнением в комментариях ну а я буду с вами прощаться еще раз спасибо за просмотр я желаю вам отличного настроения друзья до новых встреч спасибо за просмотр я 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 за просмотр